Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Артём Роганов, и сегодня я расскажу вам о новинках на детском книжном рынке. И, в частности, речь пойдёт о новых тенденциях в современной литературе для детей и подростков, о новаторстве самих авторов, о новаторстве художников, в первую очередь зарубежных, но и отечественных тоже. Я, пожалуй, сразу включу демонстрацию экрана, чтобы это было наглядней. Надеюсь, что да, так должно быть видно. Итак, да, под тема того, о чём я сегодня буду говорить — это новые тенденции экспериментальной прозы молодых авторов. То есть речь пойдёт зачастую о дебютах, об авторах, которые только-только вступили на литературное поле, но, тем не менее, они уже могут удивить нас, уже могут удивить нас какими-то новыми приёмами или новыми темами, которых не было раньше. И это, на мой взгляд, особенно интересно, и на этом стоит остановиться. И что значит новые тенденции? Тенденции — это то, чего, скажем так, раньше не было. Понятно, что всегда, например, допустим, много книг о животных в детской литературе, и они постоянно выходят какие-то. Или много книг-картинок, да, с иллюстрациями, где мало текста. Это жанры постоянные, это не новые тенденции. А что я подразумеваю под новыми тенденциями, так это те вещи, которые, как бы, может быть, они не так бросаются в глаза, но их как будто бы не было, допустим, год назад. Или они когда-то были, и теперь снова они возникли, и мы попробуем с вами разобраться, почему. Но это что-то, что-то уникальное, какой-то прецедент, которого раньше не было. Предлагаю, прежде чем мы будем останавливаться на каких-то конкретных деталях, да, предлагаю вам такой план предварительный, да, предлагаю панораму того, что как раз бросалось в глаза мне в моей работе литературного обозревателя, и на что я обращал внимание. И вот, наконец-то, мне выпал шанс как-то это все свести, и заодно вам об этом поведать. Да, это, во-первых, мы остановимся на фантастике, техно-фэнтези и киберпанк, которая очень, на мой взгляд, стала популярна, и значение которой год от года растет в фантастике. И попробуем подумать, у меня есть определенные, да, такие гипотезы насчет того, что это за жанры, почему они так популярны именно сейчас стали. И то же самое касается и оформления книг, а именно иллюстраций, визуальных историй, графических нарративов. Это та область, где, в общем-то, каждый год что-то новое появляется, но в этом году многие вещи, о которых мы знали, многие жанры визуального нарратива, о которых мы знали, они выходят на первый план еще сильнее, чем раньше. То есть, допустим, мы всегда знали о том, что существует саленд-бук, уже много лет знаем. Книга без слов, да, где только картинки. Но в этом году она стала более заметна именно на российском книжном рынке, да. И дальше уже мы перейдем к экспериментам в прозе самой, отойдем от жанров, от визуального и перейдем к тому, как пишут, да, то, что территория интернета — это то, как цифровое пространство, то, как цифровая эпоха вообще влияет на художественный текст. Такая обширная, довольно сложная тема, но мы ее коснемся обязательно, каких-то, базовых в ней вещей. Затем перейдем тоже к такой больной, может быть, излюбленной области, как пограничные книги, как то, что называется Young Adult, то, что находится где-то между условной литературой взрослой, между литературой для подростков, которые как бы очень серьезны, но в то же время они ориентируются на молодых читателей, подчеркнут. И, наконец, такая приятная, уже более приятная лично для меня, по крайней мере, тенденция, как магический реализм — это то, что находится на стыке, как бы фэнтези и реализма, то, что находится, то, что предполагает некое двоемирье, но не предполагает какой-то определенности в плане фантастических допущений. И мы коснемся повести, которая вышла совсем-совсем недавно и была победителем конкурса. Это тоже дебютная повесть, где эта на редкость неплохо уживается. Нельзя сказать, что магического реализма, да, не было совсем в детской литературе он был всегда, какие-то его элементы, в том числе в современной русской литературе. Но в то же время есть ощущение, что в этом году на это обращается все больше и больше внимания. То есть, если во взрослой литературе магический реализм уже давно стал чем-то обыден вполне, да, достаточно вспомнить книги Евгения Водолазкина или книги, некоторые книги Гузель Яхиной, и мы сразу поймем, да, о чем идет речь, то в детской литературе это проникает из-под воль. Если, допустим, это было активно очень у испаноязычных авторов, которые писали для подростков, например, неприрученная книга Куана Бильоро, такая была, она вышла два года назад, это чистый магический реализм, то у российских авторов это, вот, я бы сказал, что это последняя такая тенденция, что они тоже обращаются к магическому реализму. Итак, перейдем к следующему слайду. Да, начнем с фантастики. Фантастики, причем, есть же фэнтези, есть сайенс-фикшн, есть то, что называется киберпанк иногда, но это очень узкий термин, киберпанк, он предполагает определенного героя, определенный цифровой, да, развитый технологичный мир, но другой мир. То есть в чем отличие техногенной фантастики, как я ее называю, более широко, потому что киберпанк — это всегда некий такой протест, протестный герой, который протестует против миротехнологий. Если мы берем... Но не вся фантастика, которая предполагает другой высокотехнологический мир, как в киберпанке, предполагает протестного героя. Поэтому я так обобщенно называю ее просто техногенной фантастикой. В чем ее отличие от научной фантастики? То, что научная фантастика — это некая опора больше на реальность. А техногенная фантастика, подобно фэнтези, воссоздает отдельный мир полностью, да, но в то же время она опирается не на мифы, не на архетипы мифологические, на которых базируется фэнтези, она опирается на технологии, на те научные открытия, на те явления даже скорее научные, научные феномены, с которыми мы имеем дело здесь и сейчас. Она как бы их развивает дальше, и начинает с ними играть, да, в ключе, естественно, в ключе художественной прозы игры. И я бы хотел... Таких книг, которые условно можно отнести к техногенной фантастике, вышло немало. Действительно, это и новинки издательства 5.4.Т отчасти, и это Эксмо. Но, однако, я бы хотел остановиться подробнее на том, что выходит как бы за рамки немного жанра, и здесь, с одной стороны, у нас есть, да, та техногенная фантастика, к которой стали обращаться отечественные авторы. Это книга Марии Хромковой, Ген Химеры. По сути, это такой пример жанрового как раз киберпанка с протестным героем. Довольно классическое жанровое произведение, прежде всего, остросюжетное. И, можно сказать, это такой флагман. Флагман среди российских авторов. Флагман именно жанровой прозы, да, потому что сказать, что Ген Химеры предлагает читателю что-то большее, чем погружение в мир, что-то большее, чем остросюжетность, довольно трудно, на мой взгляд. То есть, это все-таки история про билетристику, где нет какого-то углубления, где нет какого-то сильного художественного, в первую очередь, сильного художественного преломления текста, да, то, чем отличается как раз вне-жанровая проза, художественной игры нет. Это с одной стороны. Но, тем не менее, это... Так, простите. Это действительно увлекательный роман для подростков, который уже нашел свою аудиторию. Почему? Потому что Мария Хромкова и Ген Химеры, ее произведения долгое время публиковались в интернете. Они были на... По-моему, если мне не изменяет память, на литрес сам издат. И большинство авторов фэнтези сейчас, почему они появляются так часто? Потому что они становятся востребованы издательствами уже после того, как стали популярны в интернете. Да, то есть Мария Хромкова, условно говоря, уже имела свою аудиторию. И это касается не только ее, это касается огромного количества авторов. Например, касается серии фэнтези-компас Гида, которая сейчас вот буквально до издается. Я не стал ее включать, потому что она окончательно не сформирована, но она выходит. И это тоже авторы, которые уже писали классическое фэнтези скорее, которые проникают в классическую литературу, условно классическую, в плане того, что... аналоговую литературу в плане того, на книжный рынок. Они проникают из рынка интернет-литературы, из пространства интернет-литературы, где они стали популярны. Это говорит просто о том, что фэнтези популярна... Это вопрос с довольно простым очевидным ответом, потому что фэнтези читают и так подростки. Да, фэнтези читают в интернете, и существуют сообщества, которые довольно устойчивы. Поэтому жанр остается на плаву, несмотря на то, что, казалось бы, все блокбастеры отгремели. И самый главный блокбастер техногенной фантастики — это «Голодные игры», который, казалось бы, уже тоже давно прошел пик своей популярности. Однако жанр продолжает жить и продолжает писать, потому что есть аудитория, потому что в какой-то момент этот жанр зацепил подростков. Да, этот жанр зацепило огромное количество людей. Они стали поклонниками «Голодных игр», «Хитнес Эвердин» и так далее. И они полезли в интернет и стали писать сами, стали писать фанфики. Поэтому не стоит недооценивать фанфикшн-литературу, которая очень популярна у подростков. И, в конце концов, из подражателей выросли самостоятельные авторы. В том числе... Я могу предположить, в том числе, что книга «Генхимеры» тоже в какой-то степени выросла на основе вот этого киберпанка, но тут уже я не буду вдаваться в биографические какие-то детали, так что, возможно, это не так. Да, с другой стороны, у нас переводная книга. Если с российским фэнтези понятно, что оно вырастает на почве интернет-литературы, то переводная техногенная фантастика с ней чуть попроще, потому что, понятно, что до перевода, до покупки прав издательства на книгу проходит достаточно большое количество фильтров произведения и уже добирается что-то более качественное изначально. То есть, наверняка, среди зарубежной техногенной фантастики огромное количество того, что мы условно называем вторичной, жанровой, сугубо жанровой литературой, но тут есть определенный фильтр того, что мы отбираем, издательство, вернее, отбирает то, что уже получило некое признание. В данном случае это роман Элли Андерсона под названием «Милла Ханта». Фактически это такой псевдоним главной героини, можно сказать. И тут немного посложнее ситуация, потому что это не совсем не только, это не только киберпанк, это не только антиутопия в духе голодных игр, хотя и она тоже. Хотя она тоже очень сильно на них опирается. Во-первых, здесь есть явный элемент Бондианы, здесь присутствует шпионская линия, и главная героиня такой немного герой отчасти родственной Бондиане, то есть здесь есть заход на территорию острой сюжетной литературы, в принципе и взрослой. И вообще Элли Андерсон это псевдоним писателя, который на самом деле пишет еще и триллеры, детективы для взрослой аудитории, однако в то же время вот у него есть такая серия фантастики, которая подходит и для подростков. И Милла Хант интересна тем, что это очень такой взгляд подростка довольно циничный. да, то есть что это не герой, ее главная героиня это не не тот герой, который по определению положительный. Она развивается, она проходит определенные стадии взросления, но в целом как бы и ген Химеры тоже в какой-то степени предлагает историю становления, историю воспитания, как и в целом романы киберпанка, романы антиутопии, где есть какой-то вымышленный мир, очень часто с молодым героем, особенно Ян Кэдаут, роман для подростков, они предлагают такой сюжет воспитания условный, Bildungsroman, как это в немецком. Но здесь у нас героиня не наивна изначально, она очень такой едкий язык, это язвительная героиня. И это интересно, почему? Потому что язвительность присуща в целом, как мы знаем многим подросткам, и такой элемент мизантропии, элемент неприятия мира, попытки как-то выразить свое недовольство окружающим, находит отклик. Да, это вполне находит отклик у аудитории. И здесь мы можем уже вот этот отрывок из начала видеть, что героиня достаточно сурова, и это ее качество по-своему подключает. Ты начинаешь в ней легче увидеть себя, чем в каком-то положительном совсем человеке, хотя порой эта циничность может даже отпугнуть. То есть ее отношение сразу, она называет свою маму это женщина, она разговаривает очень такими обрывистыми фразами, она постоянно раздражена. Это состояние стресса, но тем не менее, когда мы читаем, во-первых, мы видим, у нас есть шанс увидеть со стороны как бы то, какими мы бываем, да, в состоянии такой злости и отрефлексировать это и понять, насколько этого стоит избегать. С другой стороны, мы видим, что неидеальный герой, он более притягателен всегда, то есть он живой, по-настоящему живой, и эта изюминка, да, если угодно перчинка, она добавляет, конечно, книги Элли Андерсона, своего рода на качество дополнительный, да, и поэтому герои, циники, герои, которые полны ненависти, они, конечно, не всегда приятны, но их нельзя назвать вредными, да, это вот я к тому, это я к тому, что это по-своему терапевтическое чтение, если мы вспомним ту же классику, что там тоже герои наподобие Базарова, да, у Тургенева, наподобие Раскольникова, они, их нельзя назвать героями в эпическом смысле, да, и недобры, они раздражены миром, они им не удовлетворены, и это важно всегда для литературы, потому что литература, неважно, она для подростков или для взрослых, тем более, если мы сравним с классикой школьной программы, она всегда говорит о каких-то проблемах, да, она всегда, не зря мы есть такая устойчивая фраза, что проблема этой книги, потому что проблема это всегда некая боль, и то, что здесь перед нами остросюжетный роман с болью, это довольно ценно, но мы сейчас говорим о более старшей аудитории, мы с нее начали, то можно перейти к аудитории, наверное, чуть помладше и к фэнтези уже классическому, а классическое в фэнтези у нас куда более разнообразно. Мы остановимся, пробежимся тут побыстрее, потому что его много, но в последнее время его стало еще больше, почти у каждого издательства есть уже фэнтези-серия, и оно становится разным, и никуда не делалось фэнтези для младших подростков, который издается очень большими тиражами, вот, например, совсем недавно вышло Сокровище 12 Синделина в издательстве XMOO, который более чем на самом деле и выполняет функцию, выполняет функцию приучить книги, да, как мы говорим, подружить с книгой, через фэнтези, через что-то ультра-сюжетное, через что-то ультра-насыщенное, да, какими-то событиями, экшеном, человек, в общем-то, легче привыкает к литературе как таковой, он понимает, что литература способна быть интересной, текст увлекательным, да, и эту роль тоже нельзя недооценивать, несмотря на то, что, конечно, это не, это далеко не какая-то великая притча, или это далеко не какой-то потрясающий язык. С другой стороны есть то, что я называю фэнтези сугубо сугубо экспериментальным, но сугубо экспериментальным, это громко сказано, конечно, то, что я называю фэнтези, которая экспериментирует с классикой, с жанрами, которая основана на мифологии, и это такие твердые твердые середняки в плане литературного языкового качества, и как раз эта книга Екатерины Соболь, Тономор, Опасное наследство, это серия, понятное дело, что фэнтези все пишут сериями, и она выходит, наверное, вторая книга выходит уже зимой, в чем особенность, да, то, что здесь гораздо больше таких скрытых аллюзий, здесь есть стилизация, и Тономор заигрывает с готикой, здесь есть готический антураж, фактически нас отсылают к Англии, здесь есть поместье, если мы даже вот вот эти приборы, да, которые, они сразу напоминают чем-то Франкенштейна, Мэри Шелли, да, с этими готическими замками и экспериментами безумных ученых на их фоне, но тут есть как бы и человек, который воскрес после своей смерти, что главный герой фактически, что тоже такой мотив вполне понятно, откуда он к нам пришел, так что это фэнтези, которая добротно сделана по канонам фэнтези, его тоже достаточно много, и это такие уже даже не удивляет, когда это дебютанты, российские авторы, и по такому же принципу, как и в случае с киберпанком, они приходят из самой с дата, уже со своей аудиторией зачастую, а иногда они побеждают в конкурсах, это как раз конкурс Росмен, где есть целая новая детская книга, номинация, которую отбирают тоже эксперты, в том числе эксперты из библиотек, и я думаю, что Тальномор тоже появился через этот конкурс, и он вполне как бы свое как крепкая жанровая литература свое место заслуживает, тем более, что читатель, который уже знаком с фольклором, с мифологией, он сможет уловить очень много отсылок к ней, и он сможет через такую книгу прийти к чему-то уже более возможно, более заскорузлым для кого-то, но и более классическим, как к той же готике, как через Танамор, например, очень легко прийти к Мэри Шелли или к тому же Эдгару полз. Да, секунду. Небольшая техническая Да, произошла небольшая техническая заминка, и продолжаем демонстрацию. Да, и есть при этом и фэнтези, за которые не стыдно совсем, что называется. Допустим, это серия Тамары Михеевой и Семь прях, которая, по-моему, выходит в издательстве Абрикабукс. Первая книга называлась Мия, а вторая, которая вот здесь представлена на обложке, называется Сьяра. И в чем заключается особенность? В том, что, во-первых, это мир довольно оригинальный. Это страны, которые вроде бы средневековье, но и в то же время отсылают там и к другим эпохам 19-18 веков. Это герои, которые выписаны с детальной психологической точностью. То есть Кьяра это девочка-подростка, которая уже показана, как она от детского состояния переходит в подростковое, как у нее формируется представление о мире, как мир становится все больше все шире. Это очень важно тоже. Это как раз такой классический роман приключенческий, в то же время это роман поиска и себя, и отчасти фантастическая детективная история, и социальная, потому что остров, на котором она живет, устроен одним образом, а соседний остров там, да, как раз, или другой остров, где жила Мия, героиня первой книги, устроен по-другому, и везде царят свои законы, что напоминает Кьяра, на самом деле, и вообще Семь Прях, опирается, на мой взгляд, на классику, просто фэнтези, того, что сделало этот жанр, наверное, интеллектуальным, это книга Урсула Легуин, «Волшебник земноморья», и Кьяра очень похожа, с одной стороны, с другой стороны, она, конечно, отличается, потому что здесь как бы магия здесь играет не такую роль, в принципе, и Урсула Легуин тоже не играла большую роль, на самом деле, это психологизм, конечно, это вот то, что называется психологическое фэнтези, и это вопросы семейных отношений тоже, то есть у главной героини очень такая необычная семья, она постоянно пытается понять, почему у нее такая семья, да и в целом, на острове, где она живет, отношения семейные регулируются довольно жестко, там царит диктатура самая настоящая, но диктатура не как в киберпанке, да, то есть непонятная диктатура с разделением, да, на бедных и богатых, не а-ля голодные игры, где технологии там все проботили, это классическая, это стандартная диктатура киберпанка, здесь все по-другому, здесь совершенно все не просто, здесь очень много полутонов оттенков, и это как раз и делает, как известно, литературу, действительно, такой литературой высокого уровня, поэтому, вот, наверное, к Яру как раз во многом можно рекомендовать, это тоже скорее уже для более старшего возраста, где-то лет, ну, с 12, это зависит, конечно, вот конкретно читать, хотя ограничение у него, по-моему, стоит как раз 12+, но это понятное дело, что не всегда говорит о том, что есть на самом деле, да, и перейдем уже к, наконец-то, наконец-то к иллюстрации, к иллюстрированным произведениям, к книгам для дошкольников и для младших школьников, но и для взрослых зачастую тоже, потому что, как известно, иную книгу, картинку, книжкой, картинкой назвать язык не поворачивается, разглядывать бывает подобно тому, как мы разглядываем картины в галерее, и в данном случае очень бросается в глаза то, что мы, наконец-то, стали издавать «Тихие книги». Первый прецедент был, по-моему, давно, уже несколько лет назад, это была книга «Кузнечик», по-моему, в прошлом году, когда вышла в самокате книга «Без слов» после признанная тогда уже на IBBY конференции Международного Совета по детской книге. А здесь тоже, кстати, «Тихая книга» «Я работаю крокодилом», связанная с IBBY, потому что Джованни Заболи — это человек, который выступает на Совете по детской книге не раз и довольно знаковая художница. И «Я работаю крокодилом» — это такая история простая очень, на первый взгляд. она полностью графическая, как и любая тихая книга, она предполагает не одно прочтение. ее можно перечитывать, ее можно смотреть еще раз и еще раз и открывать какие-то новые детали, новые подтексты. При том, что для ребенка она тоже будет нести огромное количество каких-то маленьких открытий о мире. Судет у нее довольно простой, просто крокодил, человек, по сути, да, но это крокодил, который ходит на двух ногах, он живет человеческой жизнью, просто он работает крокодилом в зоопарке, поэтому он крокодил. То есть мы не понимаем даже сначала до конца, это человек переодетый в крокодил или это крокодил, который очеловечился. И много, тоже много здесь подтекста в плане того, что ему сразу вспоминается и собачье сердце, и вообще тема того, где заканчивается животное, начинается человек, но здесь речь скорее о светлой стороне, да, о том, что животное очеловечивается полностью, а не наоборот. И крокодил, он влюблен, он дарит цветы, он опаздывает в транспорте, он там покупает у булочника еду, и это и он абсолютно человечный. Это как раз история того, что даже страшный, о том, что даже страшный, да, хищный зверь, которому лучше не приближаться, в тех или иных условиях может оказаться отзывчивым и довольно-таки приятным, приятным существом, как крокодил, который приходит изображать крокодила только в зоопарке. И все это передано без слов, и поэтому я надеюсь, что тихие книги Silent Book, они будут появляться только больше и больше, что это вот только такие первые ласточки, которые появляются в серии сейчас издательства Городец, где много тоже книг-картинок в похожем тоже стиле с итальянскими художниками, с художниками из IBBY, которые были признаны, входили в топ иллюстраторов, Международного Совета по Одесской Книге. Но я надеюсь, что будет больше таких произведений иллюстрированных. А тем временем российские авторы, русские художники, они иллюстраторы, они переходят в плане своих книг к новому, к новому, к новым горизонтам содержания. не столько с формой уже экспериментируют, сколько о том, о чем говорят книги-картинки, потому что есть же стереотип, что вот это книжки-картинки, они простые, они нам рассказывают, но они не всегда даже простые, они могут быть сложными по рисовке, но они рассказывают истории, пусть даже трогательные, пусть даже действительно лирические по-своему, но это всегда будет что-то очень такое понятное, что-то веселое и линейное о дружбе, о любви, о семье, очень трагическое, может быть, там, трогательное, но оно никогда не выйдет на какие-то обширные, да, темы, которые выходят из литературы для подростков, вот только что мы обсуждали Кьяру, да, или даже там, Киберпанк, а здесь нет, а здесь наоборот, и вот, например, Леопарда Натальи Шлашвили, это есть притча, можно сказать, графическая об экологии, о том, как Леопарда возила людей на автобусе, с ней жили, с ней все катались, с ней было, ей было не одиноко, в какой-то момент мимо них проехала маленькая машинка, как там сказано, по-моему, проворчала, там, пробурчала, не могу ошибаться, но уже по тексту так наизусть не помню, но проехала машинка мимо зверей, и они все обернулись, и там вот буквально написано, это было потрясающе, и они увидели такое чудо, и после этого постепенно все звери пересели на свои маленькие транспортные средства, а Леопарда осталась одна, и стало очень грустно и одиноко, но потом, потом, это отличный, на самом деле, слом, отличный литературный ход, машины, у каждого, когда появился, свой транспорт появился, он стал загрязнять очень все вокруг, и звери поняли, что что-то не так происходит, что что-то с миром становится все хуже и хуже, и снова пересели, снова вернулись к Леопарде с ее автобусом, это, конечно, это отражает то, что просто реально, как бы, сейчас происходит во многих странах мира, где люди снова пересаживаются на велосипеды, возвращаются к общественному транспорту, отказываются от автомобилей, которые загрязняют окружающую среду, это даже уже неважно, то есть, дискуссия о том, нужно ли отказываться от личных автомобилей или не нужно, это уже вопрос к экологам, это совершенно неважно, в пространстве этого художественного текста это выглядит как такой самостоятельный, да, самостоятельный мир, где это произошло, и, конечно, нам говорят о том, что да, о том, что лучше быть вместе и, может быть, с меньшим немного комфортом, с немного меньшей скоростью, лучше жить медленнее, но лучше, да, и именно вот это скорее позиция, а уже какие-то детали, это отдельный вопрос, и Эйвин Турсеттер с его прекрасной книгой «Дыра». У нас это заурбежные авторы, которые, это дизайнерская книга, то, что называется, книга, которую сделал дизайнер, по сути тоже представляет собой притчу, причем притчу такую достаточно взрослую, глубокую, не всегда, неоднозначную, и тут уже можно по обложке понять, в чем смысл, да, то, что посередине книги это не, это не пятно, и это не нарисованная дыра, это настоящая дыра в книге, то есть, вот это собственно есть 3D-решение, да, такое, которое придумал Эйвин Турсеттер, что главный герой, такой тоже человекообразное такое существо, которое животное, он обнаруживает у себя в квартире друг, обнаруживает у себя в квартире дыру, и он очень этому удивляется, он не понимает, откуда она взялась, и что с ней делать, немного плохая связь, да, он обнаруживает дыру, очень ей удивляется, и этот мул, он пытается как-то понять, откуда она взялась, а дыра совершенно непонятное происхождение, он относит ее в лабораторию, но эта дыра присутствует на каждой странице, и на каждой странице этой книги она играет новую роль, иногда это луна, иногда это светофор, часть светофора, и эта история, он непознаваем, да, о чем-то, о том, что мы не в силах рационально осмыслить, то есть это двуадресное, на самом деле, произведение абсолютно, но оно как формой притягивает, так и своим вот этим лаконичным содержанием о встрече со странным, о встрече с необъяснимым, которое не обязательно какой-то инопланетянин, иногда это просто что-то максимально простое, как дыра. И давайте перейдем уже к нашим молодым прозаикам, а именно к тенденциям в литературе для подростков, прозе, уже касательно не визуального, а того, что происходит непосредственно в тексте. Мы можем сразу обратить внимание на вот этот отрывок, который здесь приведен. Что-то это скрин, страницы из книги, и мы понимаем, что как-то странно написано, что эпизод 6, реклама, пропустительный сайт, рекламодатель, и так 5 пальцев, 5 факторов трагедии, и дальше идет чья-то прямая речь. Похоже немного, как будто сценарий какой-то или пьеса, а здесь какое-то перечисление вообще, что манера вождения в одежде. В чем дело? Дело в том, что это расшифровка, это книга, которая построена в виде расшифровки YouTube-блога. Литература художественная, она вообще всегда вбирала в себя все новейшие явления. Вот когда появилась фотография кинематограф, у нас появился модернизм, у нас появился монтаж, и Джойс с его вот этим потоком сознания, это поток сознания вырос откуда? Из психологии, из фридизма, из того, что психика человека, она представляет собой какой-то внутренний диалог с собой, и постоянный поток, что это не мысли в виде предложений, это тоже важно. все это брало свое начало, как и монтаж в литературе, он отчасти появился из кинематографа, и все это всегда брало, все эти новаторства в литературе всегда происходили из каких-то технологических явлений, и сегодняшний день тоже не исключение, литература всегда берет из других видов медиа, из других видов искусства, и начинает преломлять это в художественной прозе, да, по-своему. И это, и то, конечно, как литература работает с интернетом, это особенно стало популярным, да, еще можно вспомнить Даниэля Глатауэра, когда-то там, да, такой эпистолярный роман, «Лекарство против северного ветра», который был написан в форме переписки по e-mail, но это было самое простое, это была достаточно популярная попсовая книжка, которая быстро забылась, а сейчас авторы продолжают с этим экспериментировать, и можно вспомнить роман, который тоже недавно вышел в редакции Елены Шубиной, роман уже скорее, по-моему, он 18 плюс помечен, но, по сути, старших подростков вряд ли там что-то удивит о школе. Роман Александр Шалашовый, лауреата премии лицей, выключит мое видео, где тоже он построен в виде видеоконференции Zoom. Он рассказывает о детях, которые сидят на карантине в школе, о том, как в школе, в школу закрыли на карантин, и подростки, старшеклассники, оставленные сами по себе как бы со своими родителями запертые в своих квартирах, они начинают искать, чем заняться, грубо говоря, по-новому, как-то решать свои проблемы, и все это перемешается с видеоконференциями в Zoom, а здесь у нас расшифровка буквально YouTube-канал, да, причем нескольких YouTube-каналов, там, первая часть это один YouTube-канал, потом это второй YouTube-канал, в центре истории девочка Лерум Феррум, которая заняла первое место на конкурсе танцев, при том, что у нее нет киберпротасовки. И, в общем-то, сюжет, это, конечно, уже такая форма экспериментальная, что сюжет не очень важен, и под конец, поскольку это дебют, он не идеален, да, под конец там сюжет скатывается в какие-то банальные сентенции наставительные, травли, это плохо, ребята, не занимайтесь травлей. Ну, это мы слышали еще очень давно и слышали в очень хорошей художественной форме, например, допустим, даже, фильм Чучело, да, он об этом рассказывает гораздо лучше. Зачем нам это объясняют прямым текстом, непонятно в конце, но при, несмотря на, да, такие странности, здесь все равно есть удивительно удачная форма, удивительно удачный динамичный язык блогеров, и действительно, когда читаешь эту книгу, а потом ты можешь включить какой-то блок на ютубе, это очень похоже, то есть автор уловил, буквально уловил интонацию, он смог воссоздать этот язык, он, возможно, он не смог дать какой-то под это сюжет идеальный, но начало там действительно довольно интересный, немного скатывается в детектив в конце, причем в такой детектив довольно тоже прозрачный, но за счет, за счет того, что в субтитрах есть вот это языковое решение, очень удачно, на мой взгляд, со всеми вот этими вставками, где буквально идет, да, констатация того, как работают блоги, это очень-очень хорошо, и монологи девочки, главной героини про руку, про то, как она выиграла конкурс, они тоже, тоже хороши, потому что там есть некая искренность, там хорошо подмечен язык, и это тоже книга, на которую стоит обратить внимание, да, книга, на которую стоит обратить внимание, там есть еще одна повесть в этой книге, уже другая, они субтитры выключить, а фография, она уже более классическая, такая приключенческая, рассказывает о мальчике с дислексией, но нельзя сказать, что там вот уже какое-то новаторство есть, а это, несмотря, да, на все оговорки по поводу сюжета, это действительно такой небольшой прорыв, на мой взгляд, что наконец-то у нас писатели, люди, пишущие для детей и подростков, они стали обращать внимание, ну, на те вещи, которые будут понятны, да, современным детям и подросткам, на то, что действительно составляет даже не то, что понятно детям и подросткам, не то, что какое-то увлечение, это просто наша новая жизнь, как бы нехорошо и неплохо, вот у нас есть данность, что YouTube это новое телевидение, все, пожалуйста, и у нас есть роман, который фактически является субтитрами к YouTube, поэтому он так и называется, немного, кстати, напоминает, и постоянно тоже названия похожи, звучат спойлеры Елены Клишиной, именно по эксперименту, там тоже был блог и записи в блоге, но год назад вышел этот роман, спойлеры, но там совсем другая, конечно, тематика, и там больше как раз такое заигрывание с классикой и попроще именно решение, там в спойлерах попроще гораздо решение с интернетом, там просто это блог, и куда проще язык, то есть там есть такое сленговое подражание, немного, не то, что немного, оно на самом деле очень устаревшее, но, я так понимаю, автор специально это делал, потому что угнаться за сленгом, это не самая, это задача, которая не вот, что красит, чтобы она красила сильно, да, авторы, потому что это невозможно, сленг всегда меняется, да, но тем не менее здесь язык как будто он, не то, чтобы он сленговый, и поэтому он кажется очень естественным, это просто язык блогеров, блогерские интонации, да. А другая книга, экспериментальная, она уже с интернетом не играет, потому что она уже совсем другом, но у нее есть, у нее есть иная особенность, удивительная на самом деле, то есть такое редко встречается, потому что в книге для подростков, которая издана на аудиторию подростковую, прежде всего, по-моему, в Компас-гиде, да, она издана, и она не касается вообще подростков практически напрямую, там они есть в эпизоде, вот как раз здесь вынесен текст, где они встречаются со школьниками, но главная героиня – это уже взрослая девушка, молодая, которая становится… еще у других вольеров есть под заголовок «Волонтерские записки», которые настолько уродуют название этой книги, что я даже не стал его включать, потому что это под заголовок на самом деле, но когда его все издательства пишут целиком, как бы «Другие вольеры», «Волонтерские записки», но это настолько портит, что лучше, конечно, называть ее просто «Другие вольеры», то, что это «Волонтерские записки», будет понятно с первых страниц, да, там уже со второй главы, и зачем нужно… Ну, это, понятно, это маркетинговый ход, не будем его сильно уж язвить по этому поводу, но, тем не менее, книга очень любопытная в том плане, что это тоже история взросления, по сути, да, если, кстати, субтитры не совсем история взросления, субтитры – это такой роман-головоломка с очень интересной формой. А вот это как раз подобно, да, там, подобно Кьяре, такая психологическая история о девушке, от лица этой девушки, причем ее зовут Аля, так же, как автор, то есть это еще и во многом автофикшн, возможно, автобиографический фикшн, да, лучше так говорить, потому что автофикшн еще предполагает фиксирование деталей каких-то, о чем многие современные, кстати, обозреватели забывают, очень часто называют автофикшн все автобиографическое подряд, но это автобиографический, возможно, роман, потому что это похоже на роман, несмотря на то, что он как бы разрозненный, фрагментарный, очень разделен на много разных маленьких рассказов, и причем здесь вообще подростки, казалось бы, да, 25-летняя Аля рассказывает о себе, о своих друзьях, и о том, как она устроилась в приют, и о том, как бы насколько это на самом деле непростое занятие, каково ей было там работать, и о тех, да, о тех жизненных феноменах, с которыми она впервые сталкивается, как казалось бы, уже взрослый человек. Вроде бы взрослая, но на самом деле каких-то вещей о мире мы взрослые тоже не замечаем, и это, в этом плане, эта книга действительно прорывная, она показывает, она не говорит подростку, что ты молодой, ты еще многого не знаешь, это то, что как бы табу в литературе этого нельзя делать, да, никакому автору. Она говорит, как бы взрослый себе говорит, я молодой, я многого не знаю, и я сталкиваюсь с такими вещами, говорит себе этот взрослый, которые меня пугают, они меня, как бы я не знаю, как с ними жить, я вижу там животных, которые страдают в приюте, я вижу, да, как там хозяева, иногда издеваются, я вижу волонтеров, да, людей со словами, жизнями, которые пришли в приют, чтобы как-то найти какое-то свое предназначение, потому что другого предназначения не получилось, или еще что-то, или люди с очень развитой эмпатией. И этот взрослый, он говорит себе, да, я многого не понимаю на самом деле, я не знаю, как люди живут, как мир устроен, и он признаваясь себе искренне в этой, в этой, признаваясь себе в том, что он, ему нужно многому поучиться вообще в этом мире, ему нужно поучиться, любить, ему нужно поучиться, заботиться, ему нужно поучиться понимать других. Это то, что героиня осознает, да, в каждой вот этой маленькой истории, и то, к чему она приходит раз за разом. это все, когда взрослые проговаривают это про себя, и касаясь при этом каких-то анекдотических вот этих ситуаций, да, полуюмористических из жизни, бытовых абсолютно, то, как бы, любой человек понимает, что да, и ему тоже нужно поучиться, и он тоже многого не понимает вообще, и он тоже очень не идеален, ему стоит быть лучше, и это работает, это, я уверен почти, что, да, это работает, единственный, как бы, читатель, на кого это может, конечно, ни одна книга не работает на всех читателей, но это очень такая, действительно, по-хорошему, в хорошем смысле, не дидактическая, но, такая книга, наставка, во многом, книга советчик, книга наставник, которая фактически создана для того, чтобы этот эмоциональный интеллект развить, чтобы этот эмоциональный интеллект прокачать у читателей, в том числе, конечно, есть те, на кого она не сработает, это в первую очередь читатели, которые не любят животных, вот если вы не любите животных, то, возможно, она пройдет абсолютно мимо вас, и вы будете более, да, с непониманием воспринимать, почему, почему там все плачут, там, когда умирает собака, это же всего лишь собака, но, тем не менее, тем не менее, это та демонстрация того, как устанавливается связь с живым существом, как ценно, да, живое существо, как нам, как нам вообще приходится постоянно что-то терять, да, в течение жизни. Это серьезный, абсолютно роман, и в то же время, это роман для подростков не по маркеру, да, не по тому, как он адресован обычно. Обычно романы для подростков, это романы о подростках, которые что-то делают, какие-то кризисы, там, своего переходного возраста переживают. Нет, здесь все совсем по-другому. Это роман для подростков, не потому, что он показывает взросление подростка, а потому, что он показывает какие-то вещи абсолютно универсальные. Это как бы как классика, мы же ее читаем в школьной программе, тоже ее читают, не потому, что она про подростков ее читают школьники, десятиклассники, а потому, что она универсальные вещи объясняет. И эта книга тоже вот приближается к этому. Конечно, ну там, это роман молодой, достаточно писательницы, это тоже дебют, и он написан на таком сленге, иногда идет какой-то перебор с этим сленгом, становится вообще похожим на анекдот на какой-то, то есть как будто прямое высказывание, как будто автор забывает немного про художественность, но это мелочи, да, в целом эта книга очень удачная, на мой взгляд, и именно удачная, вот, да, там лет 14 ее читать самое то, и она рассказывает про современность, то есть так же, как и субтитры, это что важно, что нам наконец-то показывают какие-то современные реалии, которые не связаны с тем, что там есть упоминание айфона, упоминание айфонов это не современные реалии, современные реалии это современная психология современного человека, прошу прощения за то, что я много раз повторил одно и то же прилагательное, и именно если в субтитрах есть больше как раз антуража, формы, то здесь больше вот этой вот глубины, потому что есть определенный дух времени тоже, определенная вот эта свобода и несвобода рядом, то есть вольеры это же тема как раз та, которая педалируется и в концовке в конце этого романа, я буду назвать его роман, тоже есть как раз рассуждение на тему свободы, что вот взрослые они тоже как домашние животные, им тоже нужно какой-то, им тоже нужна и свобода и в то же время, чтобы кто-то их направлял, какой-то хозяин, и это тоже тонкое очень замечание, которое выводит этот роман на достаточно серьезный уровень и особенно это важно понимать, да, и подросткам в том числе, потому что мы живем в мире, где, да, те же ковидные ограничения, они поставили перед нами очень острый вопрос свободы, да, вопрос свободы и безопасности, это дилемма, в которой мы живем и эта дилемма отражается, то есть это роман еще и очень актуальный. Ну и наконец повесть для ребят помладше, которая вот-вот только-только выходит в издательстве Росмэн и стала, заняла второе место в номинации истории на вырост в конкурсе новая детская книга прошлого года. Это повесть Александра Сазанова Чукля, которая изначально называлась Чукля и табуретов, но, к счастью, решили выбрать эту яролаша-подобную фамилию, она, вернее, осталась у себя мальчика действительно фамилия табуретов, как в выпуске яролаша каком-то, но это не портит картину общую, потому что это удивительная история, где мальчик лежит в больнице и знакомится с очень необычной санитаркой, которая по сути она вот когда конечно это взрослый наверное взгляд такое преломление, что она шаманка, да, то есть но она ему говорит, что она дочь Лешева, дочь Лешева и женщины, и была женой Лешева, да, когда-то и помогла охотнику, сбежала из этого иномирья, там, по-моему, так и называется иномирье, и Чукля с языка Коми это Лешев, а действие происходит в республике Коми, какой-то северный город, где очень долгие зимы, чем, кстати, больница и долгая холодная зима в северном городе провинциальном, очень похоже это на родинку на щеке Дмитрия Сиротина, которая вышла год назад, тоже осенью, но там Воркута, и там реализм, а здесь вот такой волшебный элемент, причем волшебство начинается только под конец, везде, почти везде Чукля выступает как носитель такой народной мудрости, как определенного рода Платон-Каратаев с мистическим уклоном и с уклоном в Коми пермятскую мифологию, и Чукля, например, вот здесь есть слайд, где она рассказывает, какой у людей запах настоящий, то есть она фактически объясняет мальчику, как чувствовать людей, как их воспринимать их суть, да, и она рассказывает, как бы, кто есть кто, что у одного один пахнет книжками, бумагой, старый, сухой, вот этот интеллигент апатичный, горюющий, и она рассказывает мальчику про других пациентов в палате, а сюжет строится вокруг того, что у мальчика странная достаточно болезнь, она не называется, например, в книге, предположений может быть очень много, там такие симптомы описаны, в основном головная боль, то есть это может быть и опухоль, может быть вообще рассеянный склероз какой-нибудь особен, хотя на рассеянный склероз не похоже, но это неважно абсолютно, просто у мальчика редкая болезнь, он лежит во взрослой больнице, поэтому в отдельной палате, его сначала не выпускает, ему очень одиноко, к нему приходит только папа, который работает целыми днями, чтобы оплачивать его лечение, а мама куда-то уехала в командировку, и мальчик очень скучает по маме, она представляется ему идеальной, и потом эта чукля становится для него спасением, вот эта санитарка с эзотерическими какими-то то ли тараканами в голове, то ли действительно волшебница может это и насказание, и она дарит ему бурундука лесного, и понятно, мы уже чувствуем, что как может бурундук быть ручным, это же не цирковое, разве что в зоопарке они так и бывают, ручные, и мы чувствуем, что что-то не так, да, что есть какая-то мистическая нота, и потом мальчику после знакомства с санитаркой становится лучше, он начинает ходить по другим палатам и знакомиться со взрослыми, а взрослые в больнице тоже люди со своими трагедиями, и он как бы сталкивается с ними и начинает пытаться помочь ему, у кого-то неразделенная любовь, у кого-то еще какие-то проблемы, и это взрослый мир, показанный глазами ребенка, причем взрослый мир людей, которые болеют, и вот это, наверное, лучшая, кстати, часть книги, она выполнена отлично, и этот магический реализм прямо реализован на, именно в этом плане, поэтому и реализм, потому что очень много правдоподобия, да, которое реализовано отлично, при том, что есть с другой стороны вот эта чуга с налетом мистики, которая по-своему, по, с этим мистическим взглядом, с этим взглядом такого мистического Платона Каратаева объясняет главному герою, почему, да, тот ли или иной человек он такой, да, вполне реальную психологию, и это отличное сочетание, и книга написана таким тоже языком, где сочетается натурализм, какой-то вот этот народный сленг, и книжная лексика очень тоже выверенная, очень сказывая буквально, иногда напоминающая там Бажоа, да, единственное, что довольно странно заканчивается линия родителей, потому что мама, которая была такая идеальная, она оказывается совсем не идеальной, и из-за нее как-то мальчик сразу очень быстро сникает, скажем так, не будем тоже раскрывать все карты, но есть определенная проблема в том, что линия родителей выглядит очень пунктирной, потому что понятно, что то, что мама не навещает, это уже большой вопрос, значит, с ней не все не все не все ладно, но тем не менее, не бывает как бы такого, что мать была прекрасной, а потом вдруг резко стала ужасной, такого не может быть, она либо изначально что-то с ней было не так, либо еще что-то. Другое дело, что если это психология ребенка, если это ребенок так видит, а на самом деле это не так, то это надо показать было, да, но тут я уже начинаю разговаривать с автором, который вряд ли будет смотреть лекцию, да и какой смысл говорить о книге, которая уже написана и в жизни, и давать советы автору тоже напрямую это немного моветон, так что остановимся на том, что это пример магического реализма, который действительно проникает в детскую литературу, и будем надеяться, что все чаще мы будем обращаться к этому, к тому, что в общем-то мы можем и многие вещи классические относить тоже сказки к магическому реализму, но почему магический реализм, а не сказка, почему не сказка, казалось бы, там есть вот это и на мире и так далее, потому что это можно объяснить, чуклю можно объяснить как иносказание, потому что в конце мальчик то ли попадает в иномирье, но мы понимаем, что, возможно, это просто смерть его, которую как бы аж Чукля-шаманка его провожает в последний путь вместе с дедом охотником. Но это, опять-таки, двуадресность этой книги, ее несомненное качество, то, что взрослый может читать это как метафора, как иносказание того, что там на самом деле нет никакой сказки. На самом деле то, что Чукля ему говорит, я дочь Лешего, я жена Лешего, это, ну, потому что я шаманка, я знахар. Но в том числе можно читать как сказку. Именно поэтому я бы говорил здесь как об очень тонкой грани между сказкой и реализмом, а именно о магическом как раз реализме, который казалось бы, да, появляется во многих произведениях в детской литературе, то, что начинает мелькать, и это здорово. На этом предлагаю закончить сегодняшнюю лекцию. Спасибо за внимание, коллеги. Надеюсь, технические неурядицы были не слишком серьезны. И до новых встреч! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...